здравствуйте дорогие друзья главным приоритетом проекта федерального бюджета по-прежнему остается замораживание денег налогоплательщиков чтобы упаси боже то что не удалось вывести из россии не было использовано на ее нужды поэтому сохранено бюджетное правило но мало кто обратил внимание на уровень отсечения этот уровень действительно повышен спасибо молодцы это не 43 доллара за баррель нефти теперь нам нужно россии может тратиться только только те доходы которые получат нефтегазовые доходы которые получены от цены 60 долларов за баррель все помнят что это за цена и откуда именно она взялась некоторые забыли поэтому я напоминаю это тот самый уровень по которому запад разрешил продавать нам нефть это пороговый уровень по которому выше которого россия официально нефть продавать запрещено мы это соблюдаем мы запретили своим нефтяникам это соблюдать наши нефтяники великолепно научились это этот барьер обходить из-за чего на западе идет непрерывный плач ну и минфин не мог либералы минфин не могли остаться в стороне от этого и судя по всему либералы минфина сказали какие плохие российские нефтяники они посмели ослушаться запада они посмели остаться суверенными они посмели продолжать продавать нефть пусть и со скидкой но в основе своей порыночной цене это нужно пресечь и в той части которая под ведомственным минфином которая под контрольным минфином части федерального бюджета западные санкции выполняются без каких бы то ни было ограничений доходы полученные россии а цена нефти выше 60 долларов установленные западом не должны идти на нужды россии минфин не может запретить использовать эти доходы на нужды самих нефтяников но на нужды россии использовать их он запретил поэтому в двадцать четвертом году будет заморожено полтриллиона денег только в фонде национального благосостояния а в двадцать пятом и двадцать шестом годах по 1,8 триллиона это либералы это минфин это официальная политика это то что думают составители российского бюджета и единая россия которая будет за него голосовать про независимость и свободу россии на самом деле это неплохие западные сторонники фашиста фашизма это хорошие российские сторонники либерализма не перепутайте когда будете нищать когда будете терять доходы и когда будете терять здоровье из-за оптимизированного здраво здраво захоронения удачи